здравствуйте друзья мы с ренатом движемся в магазин фрайс приобрести какую-то штучку что за штучка нам нужно а нам нужен жесткий диск обычный внутренний жесткий диск до резервного копирования друзья мы хотим одним жестким диском заменить два мягких ну так многие спрашивают зачем нам жесткий диск так у нас тут тема возникла вот сравнение техаса и калифорнии потому что ребята только что из техаса приехали и они там прожили сколько почти 9 месяцев но вот в чем разница а услуги качество до качества дорожного покрытия как вот примерно одинаковая в городах вот если брать остин например там где мы жили мы жили рядом со стенами сидер парке так если брать город downtown то дороги примерно такие как вот выезжаешь больше пригороду то чуть получше где в пригороде чуть получше пригороде какого штата пригороде штата техас это в принципе и здесь то же самое как в город сюда вот визжай что естественно можно это считать как-то городком когда можно вот то она все сопоставимо так же как и в техасе народе дороги примерно такие же народ отличается как-то да народ отличается очень сильно так это очень интересно рассказываете всю правду вся правда народ в техасе но я бы сказал что там больше как по моим ощущениям больше народа такого рабочего пролетариата до рабочего то есть фермеров каких-то строителей это вы жили кости не в столице мы жили рядом недалеко от азарана примерно 20 миль до 15 вот что касаемо калифорнии но вот этого места где мы живем здесь очень много конечно смотришь по улицам ходишь и глядишь и у меня складывается впечатление что здесь больше конечно айтишников еще образованные сильные или какие-то затюканные как как-то внешнему виду и рюкзачком в шортиках в маечке так вот молодые люди ну знаете художник художника а чего они с рюкзачком то ехали бы в машине это уж я не знаю чего не с рюкзачком любят любят походить видимо на работе много сидят именно вот белый или извините здесь гораздо больше индусов так и чем в техасе в техасе больше конечно черный население черный больше как и неожиданно индусов меньше встретишь так ну вот черных очень но и безопасно и безобидно пустин сам по себе считается насколько я знаю один из самых безопасных городов в америке как таковых опасных черных районов где-то там нет все как-то получается все живут в перемешку не до такого что вот отдельно район черных а ну то есть нет где-то там нет боги то есть черные которые там живут они замешаны как бы с местными составить остальным населением и там ну чё же хорошо но и опять же это из того что я видел может быть где-то но я узнавал вот не самому интересно было несколько что абсолютно безопасно везде куда хочешь туда есть нигде не ночь чё не днем можно спокойно это в остине но хьюстон знаю что там другая ситуация там уже нужно смотреть где ты находишься в каком районе то есть все определяется локальными условиями мы немножко проскочили магазин мы сейчас к нему тут за даме за даме проберемся так вот тут ну и чем мы говорили по поводу на разницы в дорожном движении в правилах что касаемо калифорнии и техаса так есть отличие частности когда сдаешь на водительского удостоверения если хочешь получить то в техасе нужно сдать ответить на 30 вопросов так и можно 9 вместо x сделать 9 ошибок до 9 ошибок калифорнии получается 46 вопросов и 8 ошибок можно только сделать ну и еще мы общались по поводу различных разрешений что можно что нельзя в техасе например можно тонировать стекла и вот водительская и пассажирская передние задние так вот в калифорнии вроде как нельзя передние тонировать компания групп он слева от меня давайте давайте я покажу раз уж мы так получилось что мимо едем это компания групп он там наши ребята работают надо сказать ну давай ладно так продолжаем вот написано фрайс вот нам фрайс и мы туда едем так ну и мобильные телефоны опять же на в техасе разрешено разговаривать по мобильному телефону во время движения за исключением определенных мест где есть запрещающие знаки школы какие-то не отвлекались ки да в калифорнии похоже даже не то что разговаривать нельзя в руках вот даже насколько я знаю держать нельзя телефон во время движения не положено не да не положено ну это из того что вспомню я честно сказать даже не уверен что это такая хорошая такая свобода знаете был в наше время анекдот во мне напомнили брежнев был ну он как-то таким небольшим участником великой отечественной войны и он как бы себя позиционировал как такой отец всех ветеранов порогите льготы постоянно для ветеранов там придумываю но наверно не сам придумал но ему нравилось и вот был такой анекдот говорят слыхал ветеранов новая льгота какая это им теперь разрешено улицу переходить на красный свет понимаете поэтому вот это выглядит тебе можно с телефоном ехать там за рулем с двумя телефонами так что даже не знаю что сказать идем в магазин